Одни хотят услышать от меня одно, другие диаметрально другое, а я говорю правду, говорю то, что вижу. Все-таки народу много. Он там впереди, он в кульку. Некоторые утверждают, что то, что происходило сегодня по всей России, это козни Навального. Нет, это не козни Навального. Это то, к чему много лет вели власть придержащие путем растаскивания народной собственности, путем насильного выселения из квартир, путем массовой вырубки деревьев, путем застройки территорий промышленных предприятий, путем превращения исторической столицы в транспортно-пересадочный пункт. Но, безусловно, это и возмущение задержанием только что вышедшего из смертельной опасности человека. Людей на Пушкинской площади собралось много. В основном студенты. Они пришли потому, что у них нет уверенности в своем будущем. Я присутствую на Пушкинской площади, как депутат округа, где она расположена. Вот сейчас что-то, вся эта масса людей помчалась. До сих пор стояли все спокойно. Сейчас мы узнаем, почему. В принципе, конечно, народу собралось очень много. И очень много молодежи. Очень много молодежи. Да, пошел ОМОН, пошел ОМОН. И люди побежали, потому что, видимо, начали задерживать. До этого задержание не производилось. Уважаемые граждане, данное мероприятие является незаконным. Мы делаем все, чтобы обеспечить вашу безопасность. Будьте длительны, это возможности покиньте незаконное мероприятие. Данное мероприятие является незаконным. Мы делаем все, чтобы обеспечить вашу безопасность. Будьте длительны и по возможности покиньте незаконное мероприятие. Уважаемые граждане, данное мероприятие является незаконным. Мы делаем все, чтобы обеспечить вашу безопасность. Будьте длительны и по возможности покиньте незаконное мероприятие. Всё, чтобы обеспечить вашу безопасность. Будьте бдительны и по возможности покиньте незаконное мероприятие. Тверская и Страстной бульвар гудели непрерывными автомобильными сиренами поддержки. Полиция, ОМОН и Росгвардия чувствовали себя неуютно. А в то время как десятки тысяч людей вышли с протестом на Пушкинскую площадь столицы, лидеры КПРФ заседали в подмосковном имении Снегири и толкали партийные речи. Приглашаю своих товарищей за стол в президиум. Ну как в масках смотрятся мои друзья. Уважаемые товарищи, переходим к обсуждению повестки дня. Слово для доклада об информационно-пропагандистской работе КПРФ в условиях современной гибридной войны предоставляется товарищу Зюканову Геннадию Андреевичу, председателю ЦК КПРФ. Больше двух тысяч лет назад великий китайский мудрец Конфуций, если верить преданиям, считал настоящим проклятием жить в эпоху перемен. А вот наш замечательный русский поэт и дипломат Федор Тюччев писал «Блажен, кто посетил сей мир, Его минуты роковые, Его призвали все благие, Как собеседника на пир». Я думаю, мы будем хорошими собеседниками В это сложное и драматичное время. Два часа на Пушкинской площади стояли спокойно. Никто никого не трогал, о чем, кстати, передавала и трансляция «Навальный лайф». Потом то ли поступила информация о прибытии провокаторов, то ли еще что, но с площади людей ОМОН вытеснил. Основная масса протестующих оказалась на Цветном бульваре. С наступлением темноты появились провокаторы. Вечер перестал быть томным. Беспорядки начались на Трубной площади и Цветном бульваре. Начали скандировать «Живе, Беларусь!» Видно, перепутали, где находятся. «Живе, Беларусь! Живе, Беларусь! Живе, Беларусь! Живе!» «Да, нет, нет! Я не пою! Зачем здесь «Живе, Беларусь?»» «Да, нет», «да!» «Я wydaje連і был discretом туели!» «Живе, Беларусь! Живе, Беларусь! Живе, Беларусь! Живе, Беларусь!» В ОМОНовцев полетели крупные, мокрые, тяжелые снежки. Когда я проходила между демонстрантами и ОМОНовцами, один такой ледяной снежок со всей силой угодил мне в голову. Очень неприятно. Не удивлюсь, если после такого у ОМОНовца не выдержать нервы. Россия будет свободной! Россия будет свободной! Россия будет свободной! Россия будет свободной! В близлежащем торгово-ресторанном центре многие подогревались пивом. Власть, придержащие и в первую очередь правители Москвы, должны понять, что они, а не Соболь с Навальным виновники протестов. Нельзя выселять людей из квартир. Нельзя до бесконечности доить московский трехтриллионный бюджет. Нельзя разрушать историю. И нельзя лишать молодежь будущего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok